Я, кстати, тоже делаю это, я делаю это с Пениным. Как бы, не то чтобы меня, мои решения, в глубине души я знала, что я делаю это, а так зачем я делала это? Ну, в Калибане я открою. Как хорошо. Вопросы еще есть? Ну, у Саши нет, она высказалась, я поняла, этого достаточно. Что еще? Хорошо. Раз это все, чем вы могли бы поделиться, то нормально. Торговаться получается. Торговаться получается. Выгодный такой хороший навык, да, торговаться. Будешь. Тогда давайте начнем, приступим, так сказать, уже не поставим ступенью, да? Ну, что, у нас сегодня название того, что мы будем с вами делать. Мы будем делать такая мощная техника, шестишаговый репренинг. Это еще один способ репренинга. Два из них вы уже знаете, да? Репренинг контекста и содержание, да? Угу. Вот, смотри. И будет договор частей личности. Завтра будет быстрое лечение аллергий. У кого есть аллергия, берегите. Завтра мы с ними расправимся. И будет, что еще? А, будет эта техника в конце потрясающая. Называется круг совершенства. Каждый из вас может получить доступ к самому своему идеальному состоянию, под которым хочется находиться. И научитесь применять его только тогда, когда это необходимо. Вот. Ну, а пока... А, еще завтра мы добудетесь в Иркуте. Может, его посадим? Да. Мы с вами поиграем в такую игру. Вы будете продавать нам техники МЛП. Да. Пока это все, что я скажу. Это очень, очень дай Бога, я вам могу сказать. Всех здорово открывает. А еще будет завтра разрыв группового патрума. Так, в общем, разрыв группового патрума. Вот. В общем, я вам написала, как это будет. Вот. А сейчас, скажите, вам рассказывали про ментальные карты. Майн-мэпинг, я не только занимался. Кто вообще знает, что такое майн-мэпинг? Майн-мэпинг. Как? Интеллектуальная карта. Майн-мэпинг. А торгов на русском языке, если вы рассказывали, что это не так, что это не так, я не понимаю. Кто пользовался общего? Нет? Пользовался, да? Есть такие программы для построения. А вообще, что это такое, как оно появилось? Ну, был и есть такой замечательный человек, который, будучи студентом, он столкнулся с такой страной проблемой. Объем информации, которую нужно выучить, растет. Задача усложняется. И мозг просто перестал справляться с вот этой информацией, просто перестал запоминать. И он говорит, чем больше я конспектировал, чем больше я учился, тем меньше тот результат. И вроде как и не учиться тоже такой же результат, но что-то делать на углу. Он, мальчик в Лунгли, пошел в библиотеку. И сказал, дайте мне что-нибудь по вопросам мозга. Ему отправили в отдел медицинской литературы. Он говорит, не-не, я разве мозг не сыграю в тело, не надо. Мне дайте что-нибудь такое, как мыслить, как человек мыслит, как он запоминает. Я говорю, вдруг оказалось, что совершенно ничего на эту тему нет. Он шел из библиотеки и так думал, что, ага, так вот оно и поле для деятельности. Как раз сейчас я и смогу изучить этот вопрос. Он стал разбираться, как вообще человек мыслит, как он запоминает. И пришел к такому выводу, что, во-первых, наше мышление... Сейчас я буду рисовать красивую. Красивую, пожалуйста. Сейчас. Это у меня мозг. Ну, такой, измиристый, на самом деле, очень. Да. Боже. Ну, если кто видел свой мозг, конечно, похоже. Да. Наше мышление, как оно устроено? Или, как, ну и прочее... Вообще, какая информация бывает? Каких видео? Подскажите мне. Как вы учились в школе? В институте, может быть? В социальной. Ну, вообще, какие... Как информация устроена? Это либо текст. Да? Картинка. Звук. Звук, это когда преподаватель ряда нельзя, да? Ну, допустим, пока мы звук брать не будем. Это... Я имею в виду информацию, которую вы сами получаете. То есть, из книг, еще как-то, кстати. Ну, то есть, это текстовые какие-то файлы, да? Что еще? Есть какие-то таблицы, да? В которых что-то там написано, схемы какие-то. И есть, еще, список. То, что мы вам предлагаем. Делай раз, делай два, делай три, пошаговая инструкция, да? Все. Вся эта информация... Скажите, кто нарус поработал? Да. Да? Нет. Послушайте. Кому как? Кому легче, когда ля-ля-ля? Кому легче, когда делают таблицы и рисуют? Ну, в общем, я вам могу сказать, что Тони Берсин пришел к по поводу, что от такого потока информации у человека мозг кипит. И усваивается очень незначительный процент информации. Да, ставь промах. Да. То есть, мозг становится напряженным. Ну, вот так, здесь. Скипает. И, на самом деле, это не очень удобно. Потому что, со временем, часть информации утрачивается. И, когда мы пытаемся восстановить, допустим, Тони Берсин все выучил, да? Или там все понял. Через час. Хоп. Вот этого не помню. Вот это как связано, я тоже не знаю. Но если информацию... подавать, видеть, как кто-то очень правильно сказал, картинке, какой-то, да, то она запоминается лучше. И мозг от этого что делает? Мозг от этого радуется. И уже ничего не кипит, и все становится хорошо. И мы можем легко вспомнить, что конкретно, какая-то активность. Потому что мышление наше, оно иерархично, ассоциативно и визуально. Как ни странно, даже те люди, которые учислялись к эстетикам, на самом деле, быстрее получают информацию, оперируя, вознесли. Быстрее обрабатывают информацию именно визуально, так далее. То, что мышление наше мнение вызывает, по простому счету. И Тони Брюзайн решил запоминать информацию вот именно таким образом. Он стал строить такие ментальные карты. В принципе, вот я вам зарисовала сейчас пример ментальные карты. Ментальные карты чем хороши? Нету никакой правильной ментальной карты. Ее не бывает. Это то, как внутри нас устроено наше мышление. Вынося это на бумагу, мы лучше... Вообще образуются даже нейронные связи. Даже сама карта, способ построения, он похож чем-то на нейрон. Если кто видел эту картинку, он как-то так вот выглядит. После этого Тони Брюзайн написал со своим братом книгу «Успешное мышление» и очень много книг. Для чего... И они поразились просто результатом своих наработок. Оказалось, что люди, которые... Они сначала экспериментировали на школьниках. Дети, которые были признаны не успевающими, не способными к обучению, и вдруг, буквально за считанные месяцы, они достигали нереальных результатов. Я такую штуку поправила даже на собственном ребенке. Он у меня как-то ходил, и у детей очень много... Это черепашки и ниндзя. У кого есть дети, кто знает, это такая поводочка у младшей школы. Они с этими черепашками и ниндзями просто... Просто сходят с ума, там есть карточки, журналы и так далее. Да. Но у каждого времени есть свои культурные герои. И я предложила ему... Он как-то мне все рассказывать и рассказывать. Там это знаделька, герои. Вот это вот такая сила. Вот это вот такая там смекалка. Я уже так... Устала. Я говорю, Даня, нарисуй карту такую вот ментальную. Показала ему, как это устроено. Я получила такое удовольствие. Два часа... Ребенка не было. Более того, он потом... Он все нарисовал в картиночках. Это очень важно в материальных картах. Именно визуальный образ. Какие-то там свои условные обозначения я сделал. Получилась такая на листе А3. Шикарнейшая вещь. Которую, в общем-то... После этого вопрос с черепашками ниндзя у нас закрыт. В мозгу все уложилось. Толк закрылся. И маму больше дотувать своими рассказами не нужно. Но я так плюхиваю. Надо задать кровати. У меня нет а trasпeta Senhor депуту. Продолжение следует...